Ну, это настолько недостижимо, что как бы забудь об этом Так, давай настоящую работу возьмем Поэтому я брала все бесплатные работы Если ты заплатят, спасибо большое Нет, ничего страшного Мне казалось, что я нарабатывала свое портфолио Я написала LA Fashion Week Это нормально доставать людей Им самой писать и говорить Вот она я, посмотрите на меня Угадай, в какое количество людей я попала В то, которое идите нафиг Правда? Всем привет, меня зовут Лена Плотникова Вы на моем YouTube-канале, где обычно я показываю бизнес И профессию русскоговорящих ребят в Америке И, конечно, живя в LA Невозможно не затронуть тему модельного бизнеса Девушки и парни, переезжая из России, Украины, Беларуси В Лос-Анджелес Часто становятся здесь моделями Даже не имея профессионального опыта В своей стране Для того, чтобы рассказать, как устроена индустрия Как начать работать моделью Где искать кастинги и агентства Я пригласила профессиональную модель Олю Артамонову, которая работает в Лос-Анджелесе В индустрии уже больше пяти лет Я познакомилась с Олей в момент ее работы И спяжу за ней в социальных сетях Уже больше года Поэтому считаю, что лучшей героини в этом Мне не найти Поехали смотреть Оль, привет Я очень давно хотела снять о моделинге Потому что, мне кажется, многие девчонки приезжают сюда И хотят работать в этой индустрии И многие даже рассказывают, где как-нибудь в ЛА В ЛА едут на заработки, чтобы работать модель Я сегодня буквально смотрела такое видео И странно было бы на этом шикарном канале На который вы должны подписаться Не рассказать о модельном бизнесе в ЛА Поэтому я очень рада, что мы с тобой сегодня разговариваем об этом Тем более я с тобой изначально познакомилась Как с моделью Поэтому я тебя отсюда и знаю Отлично Ты работаешь в моделинге больше пяти лет в Штатах Но давай поговорим о том, как ты начинала Как ты пришла в эту индустрию еще в России Работала ли ты там И с чего это началось в России И, может быть, сравнить чуть-чуть индустрии даже Моя первая модельная работа была Когда я работала чирлидером На команду футбольную «Зенит», «СКА» и «Спартак» в Петербурге Очень красиво Да, у них была просто съемка какой-то одежды с их логотипами И меня пригласили одну из трех девочек Причем другие две девочки были просто потрясающе красивые И я никогда даже подумать не могла Что меня могут потенциально выбрать на такую должность Потому что все девочки, которые были в этой группе поддержки Они были очень красивые И для меня это было такое открытие Что неужели я как бы попадаю по критериям Неужели я подхожу по уровню на съемки такого бренда, такого стандарта Ты в целом работала как чирлидер А потом тебя уже пригласили из этой Телкоррекционы Как часть работы чирлидеров Нас пригласили на съемку их мерчендайз Какие-то толстовки, какие-то аутфиты И я была частью Одной из трех девочек, которые снимались на это Прикольно, прикольно Мне это очень польстило И дало мне какую-то веру Конечно Окей, ты тогда поняла, что ты можешь в целом работать как модель Не просто быть частью какой-то большой команды Но и самостоятельно это делать Да, и я начала пробовать сделать это в России И я не знала абсолютно с чего начать И вообще куда податься Мне не было у кого могла бы спросить потенциально совет Поэтому я услышала, что какие-то девочки идут на мисс России Или мисс Санкт-Петербург Какой-то был кастинг И там какие-то определенные были критерии Да, у меня рост 5-8 И я где-то 171 сантиметр Ну это очень хороший рост Ну нет, там просят типа 175-176 и выше А то бывает и выше И я пришла на этот кастинг И мне просто сказали Девушка, вы свой рост знаете? Я говорю, да Они говорят, ну вы на мне подходите Я говорю, ну я просто хотела попробовать И эта реакция меня очень сильно оттолкнула И очень так испугала Пренебрежительно как-то Ну не пренебрежительно А вот как-то с таким Да, с неким пренебрежением Ко мне отнеслись И я подумала, что ну да Куда же я суюсь? Малышка Ну да, и рост не тот И вообще ты себя видела Я себя считала очень обыкновенной Очень average И я никогда не думала, что у меня есть какая-то способность Вообще в этой сфере раскрываться А здесь, в чем разница, да? Я работала хост из ресторана И каждый раз, когда кто-либо приходил Они все время спрашивали И я все время говорила Ну не то, не другое Потому что я вот тут работаю Они говорят Потому что каждый Всех, кого ты видишь в Лос-Анджелесе Каждый водитель такси Каждый официант в ресторане На самом деле это будущее Они все красивые Я не знаю, я приехала в Лос-Анджелес С Южной Каролины Каждый официант Каждый прохожий Просто какое-то Какое-то общество Красавцев Я не понимала Думаю, нужно проходить кастинг Чтобы в этот город попасть И действительно Каждый человек У каждого есть мечта Каждый занимается Каким-то делом Который его содержит Хоть что бы это ни было Но у каждого есть мечта Каждый имеет там Какой-то профиль На платформе Для кастингов Для еще чего-то Также со мной В том же самом ресторане Где я работала хост из Была девочка Которая совершенно не имела Никакой модельной внешности И она Ну я знала, что она где-то там Может быть актинг делает Еще что-то Один раз я проезжаю по улице И вижу, что она на билборде На Universal Studio Пронимаешь? Она не модельной внешности Она вот такого роста Она полненькая Очень такая Кирви Но она на билборде Universal Studio И я еще подумала Вау Нету Реально нету стандарта Нету лимитов Вот в этом главное отличие Получается работы российской Моделинги И здесь Да Потому что Но это была не модельная именно работа Это больше коммерческая Коммерческая То есть ты не обязательно Должна с каким-то стандартом Но эти стандарты В Лос-Анджелесе Очень размытые В этом большая разница То есть тебе не обязательно Иметь конкретные пропорции лица Конкретный типаж тела Здесь, во-первых Все очень открыто На национальности и расы Во-вторых На твою структуру тела Даже сейчас Я поправилась Не совру На 10 килограмм С тех пор Как я начала этим заниматься И тем не менее Меня бронируют на работу У меня вчера Ну хорошо Давай перейдем Ты уже начала Отглубляться больше В тему работ Которая тебе здесь происходит Получается Тогда тебя Мисс Петербург Да Или Мисс Россия Или Мисс Петербург Что-то вот такое было В общем тогда Конкурсы красоты Тебя оттолкнули От моделинга Но ты, я так понимаю Все равно Эту идею сохранила Что окей Я наверное могу Все равно Она теплалась где-то внутри Да С детства Наверное Кем бы ты хотела стать Ты думаешь Наверное актрисой Но это настолько Недостижимо Что как бы забудь об этом Так Давай настоящую работу Возьмем Вот так То есть как бы Где-то есть Теплится мечта Но ты даже Не позволяешь ей быть Вижу как много людей Интересуются иммиграцией Или переезжают в Штаты Прямо сейчас И конечно Наиболее популярный вопрос Можно ли иммигранты Устроиться на престижную Работу в Штаты Если нет местного образования И не хочется Три года учиться в колледже И если вы интересуетесь Вопросами иммиграции То видите Что чаще всего Ребята Приезжая сразу Начинают работу На клининге Грузчиками Нянями В доставке В такси А выбирают они Именно эти специальности Потому что думают Чтобы устроиться На классную работу В Штатах Нужен диплом И свободное владение Английским языком Но на самом деле Это не так И сегодня Я хочу вас познакомить С престижной профессией Бухгалтера в США Ведь для того Чтобы начать карьеру Бухгалтера И зарабатывать На старте От пяти тысяч долларов Не нужна лицензия Американское образование Свободное владение Английским языком Профессия настолько Востребована Что здесь буквально Не останется Никто без работы Ведь бухгалтер нужен Не только представителям Бизнеса Но и буквально Каждому резиденту В США И открытые вакансии Bookkeeper на Indeed Это только подтверждают А их больше Девяти тысяч Бухгалтер в Штатах На разных должностях Зарабатывают От двух с половиной До десяти тысяч долларов В месяц Что в среднем Составляет шесть тысяч долларов В месяц И чтобы начать карьеру Бухгалтера в Штатах Нужно всего лишь Три месяца Пройти обучение В хорошей школе Я знаю первую школу Бухгалтеров в США На русском языке Которой точно Можно доверять Это LD Accounting School Они на рынке уже Четыре года Обучили больше Девятиста студентов И кстати говоря Пятьдесят процентов Студентов на момент Обучения Никак не касались Бухгалтерии А шестьдесят процентов Даже не жили в США Пока учились А это значит Что вы можете Начать учебу Уже сегодня Удаленно Даже получить работу Удаленно Переехать Подготовиться И продолжать Свою карьеру Бухгалтера Уже в этой стране Основатель школы Лена Дрюченко Член Национальной Бухгалтерской Ассоциации Работает с клиентами С Уолл-Стрит Имеет восьмилетний опыт Работа с программой Квикбукс А также обладает Бухгалтерской лицензией Сипи Бип Лена в своем блоге Рассказывает Про работу Бухгалтера в США И про свой опыт В этой профессии У Лены есть курс Знакомства Как начать работу Бухгалтера в США И зарабатывать На старте От пяти тысяч долларов И я попросила Лену Сделать этот курс Бесплатно Специально Для зрителей Моего канала На курсе Всего десять уроков Общее время Просмотра в шестьдесят минут А также Возможность Задать любой вопрос О бухгалтерии Куратору-наставнику На занятиях Вы узнаете Про профессию США Способов поиска клиентов И познакомитесь С бухгалтерской программой Квикбук Кстати Бухгалтерия в США Устроена в разы Легче Никакого опыта В бухгалтерии Или вы бухгалтер В своей стране Или вы просто Предприниматель Который хочет разобраться Как устроен Бухгалтерский учет В Штатах Проходите этот курс Я оставлю ссылку На курс В описании В этом видео Регистрируйтесь И обретайте Новую профессию Окей Хорошо Смотри Ты когда сюда приехала Ты наверняка Увидела Что здесь Во-первых На фейсбук Если ты зайдешь В американские группы Очень много Групп для моделей Которые предлагают работу И очень много девочек Которые так или иначе Ты знакомишься Заходишь в профиль В инстаграм Они либо работают В моделинге Либо пробуют себя Либо делают Какие-то бесплатные съемки Чтобы попасть В эту индустрию Здесь огромное число Девчонок Да И ты все равно Решила попробовать себя В этом С чего все начиналось здесь С чего Ты приезжаешь Никого здесь не знаешь В моделинге В этой индустрии Как здесь происходит Для тебя происходило Как для меня это происходило У меня не было Никакой опять-таки Веры в себя Начнем с чистого листа И вот девочка С которой я работала Одна из Она мне сказала Моя подруга Организует фэшн-шоу Для своей какой-то Линии одежды Это в ресторане Когда ты работала Да И они меня пригласили К себе на шоу И я подумала Меня Это очень польстило И я попала Это было мое первое Ран-ауэй-шоу А нет В Петербурге Я делала одно Но там было Брайдл Только на свадебные Утфиты были Это было небольшое мероприятие Куда тебя пригласили Да Было очень маленькое мероприятие Но А, еще у меня есть опыт В России один То же самое Рассказать? Да Вернуться к этому Давай У меня была сессия Я сдавала экзамены И я услышала Что есть кастинг На Mercedes-Benz Fashion Week Я подумала Вау Такое название Интересное Ну попробую Страшно Ужасно Просто Особенно Когда ты в себя не веришь Особенно Когда у тебя нет За плечами никакого опыта Особенно Ты знаешь Что ты не подходишь По росту Вот у меня рост Это самое главное Блаза Гостка Всегда Вот Все остальное Там можно как-то подправить И Я приехала туда И я прошла Кастинг И Мне сказали Окей Ты ростом не дотягиваешь Там тебе дают 41 размера балетки У меня 38 То есть Совершенно Ты вываливаешься Думаю Ничего страшного Как-нибудь пальцами Буду держать Как-нибудь это сработает И Потому что Нету каблука Тебе никак не компенсировать Эту разницу Но тем не менее Им понравилась моя походка Им понравилось Там мое лицо И вообще в целом Да Лук И Я уже на нее подтверждена На эту работу Mercedes-Benz Fashion Week Никогда в жизни Я не была на подиуме Мне это было просто Очень эксайринг Я пропускаю свой экзамен Я думаю Ничего Как-нибудь разберусь Пускай там Как-нибудь пересдам Что-нибудь доделаю Остаюсь там Пока не приходит дизайнер Делает примерку Перед шоу И мне дают лук И она вот так На меня поглядывает Нет, ну у тебя грудь Конечно великовата Не натянута блузка Мне не нравится Нет, знаешь Нет Типа мы кого-нибудь Другого переоденем А я уже пропустила экзамен И я уже там размечталась И меня просто Перед шоу слили Ты представляешь? Просто разбили мое сердце И ты представляешь Когда тебе каждый раз И вот в этом На самом деле Главное Качество Которое тебе нужно иметь Это устойчивость Уверенность У того все нормально Да Это вот уверенность Что Это окей Это просто один раз Даже если это было сто раз Тебе нужно знать Что ты должен Сохранять эту внутреннюю Моральную Ментальную устойчивость Потому что у тебя будут Так лицом в грязь Раз Два Если ты не достаточно веришь в себя Не достаточно уверенный в себе И не будешь принимать это лично На свой счет Потому что это не насчет тебя Как человека Ты хороший человек Да Но где-то вот Грудь великовата Хорошо или плохо? Кто-то хочет больше грудь Кто-то хочет меньше грудь Тут я не подошла Но у меня хорошая грудь Окей? И как бы Ну да Если ты неустойчивый Ты чуть-чуть нездоров Тебя это может очень сильно задеть Да А если тебе скажет Кто-то с нездоровой психикой Скажем Может быть тебе нос подправить Или там Может тебе грудь надо уменьшить Увеличить и так далее Ты будешь об этом думать И ты все свои беды Перевесишь именно на это Этот недостаток Ты будешь считать Что это все потому Что у меня нос не такой Или там грудь не такая Или рост не такой Или что-то еще Тебе нужно конкретно знать Себе цену Тебе нужно конкретно знать Что с тобой все хорошо И только тогда В эту индустрию суваться Потому что меня и здесь посылали Когда я первый раз Решила пойти по агентству Мне сказали В России тебя просто послали Говорят, немножко Вы себя видели А тут тебе сказали Это жесть Ты унижай ласку Я немножко сугубля Я примерно представляю Но все равно Это каждый день Стресс какой-то А здесь Вот что хорошо Во-первых Менталитет людей Которые тебя очень Мотивируют Располагают Все стараются быть Найс Это в культуре То есть даже Если я приехала сюда Без языка Тебя будут стараться Вслушиваться в каждое слово И понять Что ты там не сказала Хаус или хорс Или whatever Они не будут смеяться У них не будет насмешечки Они всегда будут стараться Понять Будут тебя подбадривать Это очень хорошая Это прямо главная Наверное Причина Почему я здесь живу Менталитет У людей Настолько добрый По отношению друг к другу Вот это очень главное Гибкий Что люди из разных стран Приезжают Да И может быть Кто-то в России Считает Что это очень фейк Что они не по-настоящему По-доброму К тебе относятся А притворяются Или что-то еще Да пусть притворяются Этого человека могу видеть Первый и последний раз в жизни Зачем мне Нам взаимно Друг друга Как-то грубить Или как-то Наоборот Ты встречаешься С незнакомцем глазами У вас улыбка И мы разошлись Все Нету никакого Да Не потому что Он там считает Что-то замечательный человек Нет Потому что так принято И ты чувствуешь себя Комфортно В окружении От этих незнакомцев И точно так же Когда ты приходишь На кастинг Тебе скажут Окей Everything is perfect Тебе никто не скажет Что там Это не то Или это не так Но они скажут We might call you back Да И все И ты ждешь Того звонка И единство Что тебе да Тебе дают надежду И ты вот Ждешь Это минус Потому что Ты веришь Но с другой стороны Тебя не сравнивают С грязью И тебе не говорят Не конкретизируют А что Да Не говорят Что Ну там Немножко Конечно Вот тут Вот надо Подправить Это показалось Что я такая Упс Ты такая Придешься в фондец Да Да Ну окей Я хочу вернуться С твоей первой работы Здесь Когда только начинала Вот так Это все происходило Это первое шоу На которое попало Да Оно Было бесплатное Как и большинство работ Которые я вначале брала Потому что Во-первых У меня не было Разрешения на работу Я не могла Легально работать Поэтому я брала Все бесплатные работы Если ты заплатят Спасибо большое Нет Ничего страшного Мне казалось Что я нарабатывала Свою портфолио Назовем это так Это был мой экскьюз Чтобы я не совсем Такой Да я готова работать Бесплатно Нет Я нарабатываю портфолио Опыт Опыт Тоже И да И все как-то Само собой Завязалось Если честно Большинство моих работ По сей день Идет от всех Контактов Которые я приобрела В течение Всего этого времени Даже Сейчас я работаю С агентствами И они мне не дают Настолько много работы Насколько имею Контактов я То есть все равно Это в приоритете Ну окей Хорошо Вспомнила Ты прошла Это маленькое мероприятие Вспомни свою первую Оплачиваемую Большую работу И как она послучилась Как тебя позвали Или нужно для этого Я просто технически Не очень понимаю Как это происходит Да Я сторонний наблюдатель Который просто здесь живет Я вижу на фейсбуке Группы Где там Бесконечное число Сообщение Завтра нужна Девочка Для того-то Для того-то Мероприятия Все скидывают Бесконечно Свои инстаграмы Там в этом инстаграме В этих сообщениях Можно потеряться Ты можешь скинуть И не факт Что ты понравишься Так на это надеяться Не вариант Да Идти в агентство Писать просто Этим агентством На мейл Тоже мне кажется Может быть фейл Потому что Много сообщений поступает Они могут Просто не увидеть Твое сообщение И непонятно Тогда как находить Эту работу И как включиться В индустрию Чтобы в какой-то момент Эти все работы В ресторанах Еще где-то еще Побросить И начать работать Только в модели Как у тебя Это происходило Я скажу так У меня произошло Это конкретным способом Я бы посоветовала Конечно Другие способы Уйти Способ, который бы я посоветовала Да Заплатить какому-то Одному хорошему фотографу Который тебе взят Очень хорошее портфолио Плюс тебе нужно Сделать снапшоты Это самые обыкновенные Фотографии В черном Купальнике Либо в черном Аутфите Какой-то Танк-топ Или там Джинсы Передом 45-45 градусов В профиль Портрет Четыре четверти И полный рост Самая главная фотография Минимум мейкапа Минимум всего С этими фотографиями Можно двигаться дальше Ты уже будешь их отправлять В какие-то агентства Желательно ходить на Open Calls Это когда ты можешь приходить Конкретно в назначенное время У них, допустим Каждый четверг С двух до четырех Это в самих агентствах В самих агентствах Да Лучше всего работать через агентство Потому что они за тебя сделают Все документы Все подписывания контрактов Они уже У них есть клиентская база Они уже знают С кем тебя можно сконнектать Потому что Если ты будешь сам Это будет намного сложнее Поэтому желательно Если ты переезжаешь Из России Или откуда-то В США Первое, что нужно делать Заняться документами Второе Сделать себе портфолио Снапшоты Третье Контактировать Как можно больше агентств Как будто бы просто Скидывать фотографии Своего инстаграма Чего-то красивые Не подходят для этого Нужны профессиональные фотографии Если у тебя хороший инстаграм Если ты хороший инфлюенсер Почему нет? Это тебе только поможет В некоторых агентствах Сейчас нужно заполнять Секцию Ссылочку Кидать Да Ваш инстаграм И количество фоллоуэрс Блин, ну тоже получается Они уже не субъективны Могут Ничего страшного А зачем тебе нужно субъективно? Если ты будешь идеального Параметра модель Тебя и так найдут на улице А если ты не идеальная У тебя инстаграм может помочь Это тебе экстра шанс Это замечательно Ты можешь это поправить Ты не можешь вырасти На 10 сантиметров Но ты можешь раскачать Свой инстаграм Правда? Или тикток То есть получается В каждом агентстве Каждую неделю Происходит В каждом месяце Происходят эти open call Сейчас с ковидом Немножко все по-другому Сейчас я не уверена До сих пор У них что-то есть или нет Ну по себе Все равно открывают Жизнь нормальная Но раньше было так И онлайн тоже Конечно же можно Контактировать с кого-то Это тоже лучший способ На самом деле Здорово Если они тебя могут Увидеть Инперсон Лично Да Если ты им напишешь Все равно Они тебя попросят Прийти лично Рассказать там Про свой опыт Если у тебя есть Какой-то опыт позади Скажем Ты работала в Европе Или в Азии Как многие девочки Ездят Работают там Замечательно Если ты работала С какими-то брендами У тебя есть классные публикации Замечательно Если нет То буду смотреть Только на то Что ты себя представляешь И как ты себя зарекомендовала На социал медиа Получается Изначально Ты пошла в агентство После того Как ты поучаствовала В таком небольшом мероприятии Или Тебя все-таки Уже звали через знакомство А потом ты нашла агентство Я поучаствовала В этом маленьком мероприятии У меня появилась Какая-то вера в себя Начнем с этого И потом я начала Потом я сходила в агентство Мне сказали Everything is great Just lose some weight И возвращайся Могу очень рады тебя видеть Но С некоторыми поправочками И я поняла это И я тоже Опять-таки Меня это испугало Это делала на потом Где-то год я еще не ходила В никакие агентства Но я брала Какие-то предложения Если кто-то мне там В инстаграме Где-то напишет Там нужна девочка На съемку Я всегда соглашалась Даже если это было бесплатно И ходила Ездила везде И занималась этим И в этот момент тоже Нужно быть уверенной в себе И воспринимать этот факт Что это Окей To be annoying Это нормально Доставать людей Им самой писать И говорить Вот она я Посмотрите на меня Стремно для своей самооценки Потому что думаешь Я настолько хороша Что я сама не буду никому навязываться Нужно навязываться Нужно писать Нужно добавляться Нужно там Поддерживать какое-то общение С людьми и так далее И вот эта навязчивость Тебя постепенно куда-то приведет Мне кажется Меня привело Потому что я поехала Я написала Lay fashion week Я говорю Я знаю, что у вас Скоро будет шоу Я бы очень хотела Поучаствовать Как мне это сделать У меня нету Ни агентства Ничего И они мне написали Кастинг будет в четверг Вот этот адрес А какой четверг И уточнили А завтра четверг Я думаю Они бы сказали Наверное завтра Либо следующий четверг Я думаю Ну а что я буду Пропускать свой случай Я поехала в четверг Если бы он был Я ездил в каждую четверг Я поехала бы в каждую четверг Я приехала в четверг Подхожу к двери Никого нету Ничего нету Никакого Я звоню в домофон Домофон не открывает А я там Время подходит Думаю Сейчас время Там в семь вечера Или шесть вечера Пропущу Это мой шанс И он уезжает Пока В возрасте Модельной индустрии В возрасте очень важен Время тикает Да Поэтому Если не в этом сезоне То когда еще Думаешь Так надо сейчас Я звоню в этот домофон Мне никто не отвечает Я звоню в этот номер Который там был Оттачил туда имейл Я звоню на этот номер Тоже мне кто не отвечает Я оставляю им voice mail Говорю Здравствуйте Вы мне сказали Что нужно подойти в четверг Я вот здесь Я понимаю Что это настолько тупо Сколько у них людей В потоке И каждый им будет звонить Я думаю Это же настолько Неуважительно Я все равно позвоню Я звоню И мне перед звонят Говорят Извините Мы вам сказали Но не уточнили Это в следующий четверг Я думаю Ладно Ничего В следующий четверг Я буду еще более готова Приезжаю в следующий четверг Очередь Чтобы зайти Вот в эту дверь В которую я долбилась Вот так вокруг блока Аллее Казалось бы Лето вечное Холодно Нереально Я стою в пальто В котором я была В Сиэтле Теплое пальто У меня Немеют пальцы Настолько было холодно Это был январь Не знаю почему Было невероятно холодно Я стою Огромная очередь Я простояла Часа полтора В этой очереди И у них уже Опять-таки время тикает Слишком много людей И они отправляют девочку Которая контролирует вход Пройти И посмотреть Кто точно отходит Чтобы уменьшить количество людей Очень грубо Угадай В какое количество людей я попала В то, которое Идите нафиг Правда? Да Подходит ко мне Говорят Девушка Какой у вас рост? Я говорю 5-8 Они говорят Ой, извините У нас 5-9 Я думаю Серьезно Меня даже не посмотрели Тебе даже не дали шанса Типа Yeah, we're so sorry Типа американский Такой способ Типа Блин, вы тоже знаете Они так работают Ей сказали Всех не пропускать Ниже Выше 5-8 Ну я понимаю Это Если бы я была заказчиком Вы не видите стандарт Ну понимаешь, да? Но со стороны человека Ты думаешь Я хочу свой шанс Я ушла Такая расстроенная Я тогда должна была встретиться Со своей подружкой После этого Должны были пойти в кино Я звоню Ну что, поехали в кино Она говорит Ты что, уже закончила? Я говорю Да Она говорит Так быстро На самом деле Я вообще даже не зашла Меня отправили Она говорит В смысле тебя отправили? Как так? И она начала Меня подбадривать И я ей по сей день благодарна Она будет тоже смотреть Скорее всего Это Лиза Спасибо тебе Она меня подбодрила Я думаю Так, ладно Я не отпущу Я вернусь Я не отпущу эту возможность Я сажусь в машину Вытерла слезы И начинаю ездить Пока с ней болтаю по телефону Я там наворачиваю Круги вокруг блока И посмотрю Когда очередь станет Победитель Это просто Американки бы сказали Ну да Нормальный человек бы Просто сказал У которого нет И я люблю Я тоже так же Карьеру строила И работаю В целом Мне сказали да Один раз Ну Мне сказали да Потому что потом Мне не брали трубку Меня вообще не волнует Мне сказали да Нет Это не ответ Извините Я не принимаю Нет И каталась В общем вокруг этого блока Уже очередь уменьшилась Я прокаталась Часа два И я подъезжаю к двери Прямо так паркуюсь Возле нее И забегаю Среди последних людей А они заставляли людей Снимать обувь Перед входом И вот там такой Был приклеенный скотч Если ты прошел Перед этот скотч Ну заходите Нужно было снять обувь В холоде Понимаешь И я в последних забегаю И мне та же девушка Которая меня отправила домой Она мне говорит Ты только что приехала Я говорю Да Я была в работе И я пробегаю Среди последних Пяти человек Внутри уже другая ситуация Там уже нормальные люди Там уже все Дружелюбные Там уже нормально Тебя просто замерили Никто меня не послал За моего роста Они да Они замерили мой рост Мои параметры Сняли мои видео Сняли мои фотографии Забили меня в базу В базе можно было выбрать Если ты готов ходить За бесплатно Если ты готов ходить За такую сумму За такую сумму Или за такую сумму Ну вот так работает Именно вот LA Fashion Week Production Я конечно же бесплатно Потому что думаю Возьмите меня пожалуйста Меня взяли Несколько дизайнеров Меня выбрали Я первой своей LA Fashion Week У меня Как называется Get scouted Типа когда тебя обнаружили В первой своей LA Fashion Week Ко мне подошли Два агента Представляющие Два разных агента Да И Дали мне свой каче Сказали Напишите нам пожалуйста Эмейл Скиньте свое портфолио Мы бы хотели Represent you Я думаю Отлично Алин Гуэлл То есть получается Прорваться так на LA Fashion Week Какие-то мероприятия Зарекомендовать себя Агентом Уже сразу Ну то есть Они уже Затем гонятся Сработало именно так Вообще Можно это делать иначе У меня сработало Это именно так То есть Когда они увидели Да Потому что у меня Есть другие вещи Которые я могу взять Так как я занималась танцами раньше У меня Хорошая походка И я могу себя Как-то Определенно Презентовать На сцене Поэтому Там я смотрелась Довольно-таки Выигрышна Если бы я просто Пришла в агентство Возможно Я бы не так сильно Выделялась Как если бы Они увидели меня на подиуме Они увидели меня на подиуме Я взяла походкой Я взяла там Чем-то другим Да Они сделали скидочку Напусти на мой рост Скажем Потому что они увидели Что окей На подиуме Она не выглядит Слишком низенькой Слишком маленькой Блин Очень прикольно Мне нравится Твоя досуще Да И уже потом Когда я пошла В эти агентства Их было два Одно у меня было В приоритете Я поехала туда Оно было супер далеко Туда уехала И мне сказали У вас отличный лук Будете работать В даунтауне У вас очень много Заказчиков в даунтауне На каталогах Отличный у вас лук Только вам нужно Волосы обрезать По линию лифчика То есть А у меня всегда были Длинные волосы И мне всегда было Ну как бы Это моё Оно натуральное Знаешь И я никогда не хотела Их резать И так далее Я думаю Блин Как жалко И мне мама говорит А Ты overthinking Говорит Ничего страшного Волосы отрастут Возможности не придут Я думаю Ладно Я думала 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 Ты знаешь Когда идёт В противовес С твоими Какими-то внутренними Устойми Не знаю Против себя Не хочется идти Я пошла в другое агентство И слава богу Я это сделала Потому что Они говорят Это твои волосы Я говорю Да Отлично У нас много hair show Которые Запрашивают девочек Они говорят Это не extensions Я говорю Нет Они пощупали Есть ли extensions Они говорят Отлично И они мне говорят Вы готовы подписать Я говорю Да Проводи сейчас Если я подписываю Эксклюзивный контракт То есть Я по сути Не могу Ни с кем другим Больше работать Если ты так делаешь А тогда ты на LAF Выходила бесплатно А можешь раскрыть Когда ты подписывала Контракты От своей первой Какие там были суммы Как это всё происходило Я имею ввиду То есть Либо Ты просто с ними работаешь Ты на эксклюзиве Только с ними работаешь Но при этом Тебя за каждую съёмку платят И это могут быть Разные суммы Либо ты знаешь Что у тебя просто Условно Как месячная зарплата Идёт Или какой-то гонорар Примерный Нет Гонораря никакого нету Есть Тебе В твоих интересах Забронил Как можно больше работ На которые тебя отправляют Задача агентства Отправить тебя На сколько можно Больше кастингов Чтобы ты посетила Это задача агентства Отправить тебя Как можно больше Куда-то Извини Я же не могу По-русски правильно Сверху Нет, ты всё правильно говоришь Нормально Ну вот Получается Ты забукла На 10 мероприятий Тебе 10 Взяли на 10 съёмок И твоя зарплата Складывается из этих 10 съёмок То есть у тебя нет никакого фикса Да, нет никакого фикса Каждая работа Оплачивается по-разному Какая-то работа Тебе сказали Скажем Оплачивается Допустим Тысяча в день Какая-то работа Там 100 в час Какая-то работа Я не знаю 350 за 8 часов То есть нету такого Что какая-то конкретная ставка И они забирают 20% С твоего пей-чека И отправляют тебе чек То есть платят Не сразу же Ты отработала работу И уехала домой Тебе спустя месяц Где-то приходит чек От твоего агентства Потому что клиент платит агентству Агентство выписывает чек Уже без их 20% То есть твои 80% Ты на потоке постоянно работаешь У тебя просто постоянно Ежемесячный доход с этого идет А если ты работаешь без агентства То ты просто не попадешь На эти кастинги И не узнаешь Об их существовании Или как? В чем преимущество На эти кастинги Возможно я не попаду В чем преимущество Потому что у них есть Много контактов Потому что они Смотри И еще плюс Если ты работаешь с агентством Ты уже котируешься В категорию Agency Sign Models То есть это уже лучше Чем если ты independent Independent Это когда самостоятельно работаешь То есть это две конкретные категории И если я допустим Я где-то себя презентую Скажем Быть какой-нибудь там Пробую с каким-то брендом Для того чтобы делать для них Advertising on Instagram К примеру Я могу сказать Что I'm an agency sign model И они уже для себя галочку Поставят Что окей Она как бы legit Это что значит Что ты приоритете? На уровне грубо говоря Нет Не то что приоритете Они подумают Что окей Она зарекомендованная Грубо говоря Это преимущество получается Перед другими моделями Да Хорошо быть Что если у тебя есть агентство Я знаю что ты мне сказала Что ты попадала в Vogue В Cosmopolitan В LA Weekly Ну естественно там не на обложке Не на какие-то съемки отдельные До Vogue Но были твои фотографии В этих журналах В этой прессе Они были на Digital Да Да Ну все равно Знаешь А кто их сейчас покупает Я не знаю Cosmopolitan Ну да Ну это немножко другая история Ну как будто прикольнее быть в принте Да Потому что не так много человек туда может попасть Потому что принт ограничен Директа соответственно не ограничен Это правда Но я сейчас тебе такой может быть секрет расскажу В основном журналы Если раньше там они платили моделям Чтобы они там поучаствовали Сейчас в основном Платят девочки Чтобы оказаться там Чтобы себе как-то поднять репутацию Потому что это больше как marketing tool Тебе Ты заинтересован в том Чтобы твой товар Допустим твой бренд одежды Или что-то еще Было в этом журнале И ты тот кто платит Если тебя не нанял какой-то большой бренд Чтобы ты была на обложке журнала Для их бренда За который они заплатили за обложку Тогда вряд ли ты сама туда попадешь Как бы говоря Прикольно Когда ты об этом знаешь Ты просто постоянно после fashion виклистаешь Все эти журналы Сама или тебе присылают Все начинают постить О, вау Ты видели, что вот такой-то дизайнер Как published on the Vogue Ты такой А там я есть, там я есть Нету Ну и ладно Окей, а тут я есть, тут я есть Нету А тут я есть Афигель, какие преимущества потом тебе это дает Тебе как-то помогали Я могу это сказать на интервью Нет, ты нет ни вне преимущества Ну нет, это на social media Нет, конечно Нет, только на social media Либо если ты пойдешь в какое-то другое агентство И скажешь Вот, я работала там-то, там-то И вот где я была Подтверждение, что ты на работе Хорошо, как ты сейчас попадаешь на fashion вик? Тебя уже букает агентство Или ты сама опять не стучишься? Как-то было с увы? Нет, сейчас об этом все агентство делает За меня стучится Нет, конкретно агентство тебя отправляет на кастинги То есть, к примеру, у тебя всегда приходит имейл Содержащий все детали Допустим, когда будет кастинг, когда будет работа Сколько они платят, как нужно одеться Во время ковида очень много было video submissions То есть, тебе нужно быть дома Найти какой-нибудь... У меня даже есть такой особенный метр, в котором я записываю Всегда видео Да, у меня есть свет, у меня есть штатив У меня есть белая стена позади Потому что часто ты держишь телефон горизонтально Не на фронтальную камеру, а на заднюю камеру, чтобы было лучше качество И записываешь Окей, расскажи, пожалуйста, когда ты подписала этот контракт Ты могла уже только работать как модель Или тебе приходилось все-таки подрабатывать Может, денег не хватало Или все, только ты подписываешься с агентством, ты можешь быть уверенна, что у тебя будет какая-то минимальная сумма, которая тебе нужна на жизнь Тебе не нужно уже заморачиваться на счет других работ Уверенности нет никакой Если ты это оставишь, ты будешь делать только модельно, у тебя будет столько стресса Потому что каждый раз ты ходишь на кастинг Ты ходишь на 100 кастингов, тебя могут выбрать 90, а могут выбрать один А могут вообще не выбрать ни разу Потому что работа стоит 8 долларов, потому что ты просто тупо проходила на кастинге и потратила это время Да, да, ты тратишь деньги на паркинг, где-нибудь в даунтауне, там поставить машину 20 долларов, потому что капец И тебе ничего за это не платят, тебе никто не возмещает, ты просто едешь на кастинг Вот, да, и ты понимаешь, это будет очень много стресса, если это будет внести твой источник заработка Очень много стресса Ну а сейчас, да, на момент, ты уже 5 лет, у тебя контакты наработаны, связи наработают Ты понимаешь, что ты работаешь не только с одним агентством, у тебя уже их несколько Ты сейчас можешь выдохнуть, все, я зарабатываю только моделингом И остальное делаю для тебя, серьезно, даже за 5 лет Так наоборот, понимаешь, у тебя есть... Блин, у меня было ощущение, наоборот, что ну все Да? Нет Я хочу съемки, я работаю красивой I wish, нет Дело в том, что модельная индустрия, она же лимитирована во времени Да А что дальше, понимаешь? Тебе нужно заниматься своей жизнью, несмотря на это Ты можешь, это, конечно, как ее зовут, Харикун, да? Она до сих пор работает моделью, но я сомневаюсь, что это только единственное, чем она делает Ну, понятно, она Victoria's Secret Model, и она уже сейчас какой возраст у нее? Да, лет пятьдесят, наверное, она выглядит потрясающе Окей, но это как... Ну, хорошо, а какой предельный возраст моделинга в Штатах? Ну, в Штатах нет предела, потому что у тебя просто будет меньшее количество работ То есть есть спрос на модели возраста и 45 лет, но меньше И на какие-то специфические работы, скажем, вот Вам донорой мамы, мама пылесосит дома, и вам за это заплатят, а? Вот если мне в этом году 30 лет, мы меня видим, я могу начать свою карьеру сейчас? Да, да-да-да-да, можешь То есть это не предел, что мне 30, и все, я пошла Нет, нет, потому что... Просто будет не настолько все интенсивно, так скажем Если бы тебе было 16 лет, было бы очень интенсивно 18 лет, очень интенсивно 21 год, еще интенсивно 21-24, я бы сказала, самый хороший возраст А потом идет на слоу? Ну, не то чтобы на слоу, в зависимости от того, как ты выглядишь Если ты выглядишь на 18, какая разница? А если ты выглядишь на свой возраст, то там уже понятно Для себя, насколько ты понимаешь, что ты будешь работать моделью, на сколько? А я не знаю никакой цели, если честно Я занимаюсь своей жизнью, и если мне приходят какие-то возможности У меня нет такого, что поменялось, сейчас я больше не бегаю, не стучусь в двери И так далее, сейчас она просто, если приходит, я беру Не приходит, я не беру, я занимаюсь своими делами Но ставлю я какой-то лимит? Нет Будут давать мне дальше работу, я буду ее брать Оль, если девочка смотрит нас из России Или только-только приехала сюда С чего начать модельную карьеру здесь? Если она, собственно, собирается это делать Пока она там, правильно? Ну, давай разберем и там, и только-только человек приехал Если она до сих пор там Я бы начинала работать там Потому что чем больше у тебя опыта Чем больше клиентов, с которыми ты уже работала Тем лучше Плюс два, она может там дешевле отснять свое портфолио Плюс три, она может там сделать хороший Уже выбрать себе, собрать Снапшанс, про который мы говорили до этого, правильно? Да Это было бы идеально И потом она уже на все готова Совсем готова, вернее, приехала сюда и начинает здесь все это делать Хорошо, если у девочки этого ничего нет Она такая приехала и поняла Ну, она приехала сюда с целью работать здесь В миромодельном бизнесе То какой тогда путь? В таком случае то же самое Вся эта подготовка также остается Плюс к этому Заняться документами, чтобы все было легально В плане work authorization и так далее И развивать в английский, если он еще не на уровне И как можно больше общаться с людьми в индустрии Это раз Работать бесплатно, пока тебя не наняли Два, потому что так тоже собираешь контакты Ну и, конечно, пытаться как-то подписать контракт с модельным агентством Насколько вообще большая конкуренция здесь? И она как-то влияет на твой конкретный заработок? Конкуренция большая Она влияет на твою проходимость на кастингах Конечно же, потому что если на кастинге 15 человек или 100 человек Оно конкретно уменьшает твои шансы Но даже при всем при этом Работы в LA очень много И шансы мелики Я все-таки еще хочу вернуться к вопросу про деньги Если человек работает с агентством Сколько в среднем он может зарабатывать? Есть ли какая-то сумма? Как ты думаешь? Нету, потому что Зависит от того, как много ты работ сможешь забукать Это раз А во-вторых, насколько хорошо они оплачиваемы, эти работы Соответственно, если у тебя хороший уровень агентства И хороший уровень внешности У тебя больше шансов Если это меньше, то это меньше Или агентство маленькое тоже будет меньше шансов Я просто хочу понять Может зарабатывать девочки хотя бы 4-5-6 тысяч Чтобы минимальные какие-то деньги получать здесь Есть такая возможность? Есть Но не факт, что каждый месяц так будет, к сожалению Может быть ничего Может быть от нуля до плюс Нету конкретных рамок Скажем так В среднем, если меня спрашивают Кто-то What is your rate? В среднем, скажем, я скажу 100 в час Либо 500 или 600 flat a day Вот так 500, окей Скажем так, да Но, соответственно, даже не каждый день работая Это там работа может быть 3 раза в неделю Не каждый день Не каждый день Ну и при этом не каждый тебя, допустим, маленький бренд Будет спрашивать, какая твоя rate Да, если, скажем, это съемка на пляже, я возьму больше Завтра у меня съемка джинсы, я беру 200 в час То есть ты сама можешь указывать на то? Ну, вчера мне просто сказали вот такая rate Обычно не тебя спрашивают, обычно тебе говорят, вот rate такая-то, согласна ли ты на это или нет Да И, соответственно, вчера я согласилась, потому что 200 в час это хороший rate для меня Ты работаешь много лет в этой индустрии здесь Ну, как много, да, 5 лет это тоже много, даже чуть больше Меняется ли как-то, условно, самая популярная внешность? Или кто сейчас у вас требован больше? Да, 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 да Особенно последние тенденции Сейчас люди уже отходят от конкретного стандарта внешности, да Определенный рост, размеры, скажем И уходят больше в разнообразие То есть чем интереснее твоя фигура, тем больше она подходит к натуральному, скажем, образу Возвращаемся к тому, о чем мы говорили до этого, к здоровому образу То есть если я была на 10 кг меньше раньше, я не могу сказать, что это был здоровый лук Было все хорошо, было все нормально, но я знаю, что это был такой Мне кажется, что сейчас я более здоровая, да, выгляжу Вот, и, соответственно, разнообразность цветах кожи, цветах волос и так далее Чем шире спектра, тем лучше Есть ли какие-то критерии выбора агентства? На что нужно обращать внимание, когда ты приходишь? Потому что, условно, может быть агентство с плохими условиями для тебя Там, которое забирает, например, 50% от твоей работы, там, 40% достаточно много Но это единственное агентство, которое хочет тебя подписать И девчонка может согласиться на это На какие вещи нужно обращать внимание тогда? Я не слышала, чтобы где-то было больше, чем 20% каких-то агентств По-моему, в Америке это фиксировано, если я не ошибаюсь Ни разу не видела никого, кто забирает больше Логично, что тебе нужно выбирать как можно меньше процент, который они забирают Плюс на репутацию агентства нужно тоже посмотреть Хотя бы прогуглить их и убедиться, что они хорошие И когда ты будешь выбирать, каким агентством поработать Желательно начать ходить на интервью с самыми топовыми, да, скажем Сначала, ну, то есть, условно, типа, 10 агентств Сначала выбираешь самые топовые, а не просто подряд все ставишь Да, да А потом уже идешь к поменьше агентств Например, в LA, я бы сказала, да, топ были бы IMG, были Elmina, Next, ну, LA Models Остальные все уже пошли такие на убыль, бутики Envy, Aston, Industry и все такое А на убыль, потому что в них мало моделей и у них мало работы или почему? На убыль из репутации У агентств, которые больше, они, скажем, по всему миру, у них больше контактов И больше вероятности, что, скажем, какой-то клиент, да, скажем, бренд одежды Он хочет забронировать себе модели, он не будет писать в 10 агентств Он напишет в 3 или в 1, с которым он до этого работал, когда-нибудь А так как они существуют на рынке уже давно, у них больше шансов Я еще хочу вернуться к моменту влежности, потому что я была недавно на LA Fashion Week Была очень удивлена, там были действительно красивые девчонки Им делали мейкап, делали прическу, все классно Но я заметила, что у очень многих, например, растяжки есть на теле Это, честно говоря, грубые, очень сильно видны И я была такой, ну, я обычно никогда не ходила на такие мероприятия здесь в Штатах Я была удивлена, что в целом таких модель берут в мир показывать купальники Я понимаю, когда модель работает И, например, я сейчас, я про бодипозитив, но просто непонятно, да, мне, потому что я привыкла к картинке Что модель это всегда идеал какой-то внешности У нее не может быть растяжек, как будто бы, да, мы привыкли Не может быть каких-то дефектов, не может быть чего-то там И поэтому я была удивлена, что там модели с растяжками показывают купальники А не какую-то закрытую одежду, да, потому что одежда может быть разная Там модели могут надевать все, что угодно Почему так происходит сегодня? И просто кажется, что условно, вот у меня там есть какой-то целлюлит И я, если пойду в модельную стезю, меня это может остановить только потому, что, блин Я, наверное, недостаточно хорошо, потому что у меня это есть А девчонки вон спокойные, с растяжками, с селлюлитой, нормально себя чувствуют в модели Мои проекты что-то упираются в конфиденц, в саму уверенность в себе Это раз, да, потому что ты поэтому не пойдешь, тебя это остановит, а вот это не остановит Но почему бы клиент выбрал девочку, скажем, извиняюсь, с растяжками или с чем-то еще? Да Потому что это приближает его к клиенту, на котором он фокусируется Возможно, тебе не выберет, знаешь, кто? Кастинг-агент, который парится насчет того, как будет выглядеть его шоу, да? Ему нужно, чтобы это было вот как-то... Чем лучше, тем красивее, чем приближеннее к стандартам, вот этим традиционным, тем лучше Но клиент, по большей части, выберет ту, на которую ориентируются его линии одежды Скажем, у меня вот последний раз на Miami Swim Week я попала на шоу В нем были представлены удлиненные swimwear, которые, например, такие как лосины были под низом, прозрачные То же самое и топы были удлиненные для тех девушек, которые, допустим, там... Комплексуют как-то, да? Да, у которых размер, скажем, не позволяют У них там растяжки, они только родили ребенка и так далее И модели там были соответствующие Им, наоборот, было интереснее набрать девочек с разными формами И худеньких, и толстеньких, и всяких разных, чтобы показать diversity And diversity это то, с чем сейчас идет Америка просто семимильными шагами Это diversity во внешности, волосы, diversity кожа, diversity в размерах во всем на свете Потому что они хотят, как клиент, они хотят, чтобы у них база была не вот такая, а вот такая Но мне было клево смотреть на это, потому что я была с друзьями, с мальчиками И клево в том плане, что они могут посмотреть на модели, у которых есть там тоже растяжки Нет, там тот же целлюлит И у них меняется представление о том, какое, ну, словно, не то, чтобы должна быть, да? Но то, что у женщины могут, может быть, это нормально А не когда, знаешь, мальчики тоже считывают, что только модели там идеальные А почему там, не знаю, моя девушка не такая идеальная Можно начать цепляться к ней, например, из-за этого Или самому об этом думать, или больше смотреть на таких моделей Они не представляют, что вообще-то у человека все меняется Сегодня у него есть растяжки, завтра нет И это зависит, там, условно, даже, может быть, не от его образа жизни От такой комплектации, которую он не может изменить Абсолютно Смотри, и на этот счет я хочу тебе прокомментировать Многие мужчины к бодипозитиву относятся критично Потому что они вот этим стандартно привыкли И им не хочется, чтобы женщины себя распускали, потому что они видят определенную картинку Поэтому мне интересно, как твои друзья на это отреагировали, видя это Они были немножко скептичны или нет? А мы не говорили конкретно о том, что вот смотри, там есть растяжки, фу-фу-фу Нет, они просто, я просто наблюдала на их реакции, на тех девушек, которые им нравились И им нравились, конечно, модели вообще идеальные Вот, которые не придраться И она просто с картинки сошла Естественно, таких человек много, особенно в этой индустрии Просто они не проговаривали Об этом они не отмечали, как девушки, которые им нравятся Опять-таки, я думаю, что тоже из-за этого Из-за того, что они привыкли, что он, если модель, значит, у нее там все Должно быть идеально И еще вот здесь я тоже подправлю Если ты говоришь, что, допустим, в отношениях мужчина-женщина, да Если там, допустим, к девушке, к своему нужно к чему-то прицепиться Это идет от своих собственных insecurities Это уже, естественно, знаешь, это раз А во-вторых, я бы сказала здесь Красота идет от любви А не наоборот Не любовь от красоты Поэтому, если у тебя... Не обязательно к этому человеку Не обязательно тебя любить Вообще, мое отношение к жизни Мое отношение ко всему вокруг И от этого будет сформироваться мое мнение о тебе А не от того, какая ты красивая Как мне впечатлишь, что потом я тебе взамен какое-то чувство дам Поэтому это очень сильно влияет на твое видение Слушай, как вообще модели попадают в высшую лигу? Как стать Ирина Шейх, не знаю, баллахидит и так далее Потому что модели... Контакты, контакты Сто процентов Только контакты Если ты... У тебя, скажем, репутация Что ты уже поработал с какими-то интересными брендами и так далее Не важно, сколько тебе, да, у тебя классное портфолио Или ты знаменита чем-то еще Дженнифер Лопес Сколько ей лет Она ходила на подиуме в девятнадцатом году на Версачи Не потому, что она красотка высокая Нет, потому что она Дженнифер Лопес Если ты наработала себе имя Как ты его нарабатываешь? Тоже через контакты Тебе, скажем, ты пишешь в агентство К примеру, Лайонс Или АМГ Какие-то крутые агентства Таковой шанс, что тебя возьмут очень маленькие А если напишет кто-то за тебя, который тебя уже давно знает И который с тобой работал И ты уже знаешь, что ты зарекомендована У тебя намного, гораздо больше шансов Чтобы твоя аппликейшн Это была в видимом месте, нежели на дне Просто кажется, что моделей так много А этих имен в процентном соотношении Не знаю, 5-10% имен, которые все знают А все остальное огромное число тысячи моделей Ну, либо тебе нужно брать чем-то То есть, скажем, если ты записываешь какие-то интересные тиктоки Тебя уже знают, как блогер Белла То есть, сначала раз ты называешься конфликтером Да, она сделала обыкновенные видео на тиктоке Она просто делает вот такие А, я поняла Да, 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 да Она просто мимика работает Все, что она сделала Она теперь на всех мероприятиях появляется За ней там куча секьюри Она там на редкарпет пробегает И все дела Ты думаешь, откуда? Неоткуда Но сделала Как? Не знаю Но теперь у нее сколько контактов Сколько всего она Чем она занимается Потрясающе Это тоже не будет важно Она уже на обложках Да, и она ростом маленькая И никто на это не обращает внимания То есть, можно взять чем-то другим И тоже попасть в эту индустрию И в Америке дается этому шанс большой Не знаю, в России Мне кажется, Россия тоже последует Потому что в Америке нет ограничений больше На какие-то специфические параметры Если они есть, то это все критикуются Как Виктория Сикрин закритиковали За то, что у них определенного типажа модели Сейчас есть Спорт Иллюстрейт Которые проводят Опен колл каждый год В июле В Майами На который могут прийти все Кто захотят И они интересуются Не твоей внешностью Не твоими параметрами А твоей больше как историей То есть, они кажут Девочку спрашивают Откуда, допустим То есть, ему-то важно Относить больше Да, да Если ты полненькая женщина С целлюлитом И так далее В возрасте У тебя, допустим, 5 детей Ты сингл мам И если что-то возьмут Да Потому что им интересна история И они вот это все Публикуют В print Спорт Иллюстрейт Ты на Runway Show Попадаешь И в девятнадцатом году Кстати говоря На Runway Была девушка Которая просто Кормила ребенка грудью Во время того Как она Шла по подиуму Ну и такие вещи Они любят Но все равно По большей части Это же твое тело Твоя внешность Это все равно Твоя работа И ты же не можешь Себя запустить Ну как бы Полностью У меня нет У меня нет никакой Такой интересненькой истории Которую я могу брать Я могу ее придумать Но если бы я себя Зарекомендовала Где-то уже Как-то еще Тогда да В моем случае Мне приходится Да На внешность работать А если брать США В целом Какой город Для моделинга Лучше Нью-Йорк Майами Лос-Анджелес Нью-Йорк Почему ты только Три этих города назвал Как будто бы Других Других Не сильно много Но Нью-Йорк Сто процентов Особенно Если ты Такого Традиционного Стандарта Модель Это лучшая Среда В которой Это можно делать Если ты хочешь Выбрать штат Для своей жизни Для своей работы Ну и для работы В моделинге Тогда не Проецируй себя Только на LA Потому что Есть много видео Я сегодня вбила Просто посмотреть Для интереса И девчонки Которые работают В моделинге Вот на LA Приезжают зарабатывать Потом уезжают Тут же Нью-Йорк В Майами Возвращаются Уже с каким-то заработком Мне тоже кажется Что это Нью-Йорк Все-таки Да, Нью-Йорк Там больше бренды Вообще Если брать по всему миру Мне кажется Что это Милан и Париж Милан Я там была У меня там агентство Тоже есть Я видела Какие там девочки Они конечно Топ уровня Вот На мой взгляд Да Они Соответствуют Тому луку Который мне нравится Тоненькая Такая В меру стройная Нет такого Что они сильно худые При этом Натуральный очень лук Минимум макияжа Натуральный лук В США Мы с тобой Сочные молодцы Да Мы с тобой LA наш город Тут есть возможность И для плосайса И для фитнес И для всех Вообще Реально В LA много Особенно Это коммершал Фитнес И все И телевидение Все туда Есть такая Да Но вот Если ты именно На модель Хочешь сфокусироваться То это 100% там Потому что там Есть все бренды Те кастинги На которые Меня там отправляли Я думала Господи Пожалуйста Забронируйте Меня не забронирует Никакой крутой бренд Но там были Реально крутые бренды Которые мы здесь покупаем За бешеное количество Здесь брендов Здесь брендов особо нет Тут что там Гесс Базируется Хотя бы в Нью-Йорке Есть Tom Ford Шоу И так далее Там было бы интересно Попасть Вот А в LA мало В LA больше Телеиндустрия Все-таки Процветает Ну типа Это как модель Может рекламу Например Попасть Или в какие-то Такие вещи Да По большей части Ну да Есть конечно Фэшн бренды С которыми ты работаешь Какие-то есть съемки 100% Но их просто Не так много Как в Нью-Йорке Но знаешь Что интересное Всегда хорошо Там Где нас нет Потому что Когда я всем говорила Здесь Что ну да Я ездила Работала в Милане Мне говорили Вау В Милане Это столица Всех вот этих брендов Как круто Когда я приезжаю в Милан Я говорю Я из США Они говорят Ты из США Я говорю Да А почему ты сюда приехала У нас же там так круто Понимаешь Все в Милане думают Что круто в США Все в США В Аллее Думаешь Как круто в Милане Честно говоря Сейчас Россия нас смотрит И думает Боже мой Это вообще нереально Там в Аллее Попасть куда-то Так я тоже так считала Я вообще не планировала жить Нигде Ни в США Ни в Аллее Я думала Что это что-то недостижимое Это всегда слышится Как будто бы Это все не про меня Да На самом деле Ты только на место Приезжаешь Гораздо проще Чем кажется Оль Когда я начала смотреть видео О том Что происходит Модельные деслили В Штатах И в России То в России Часто проскальзывает Там какая-то история О том Что могут к моделям Приставать Могут какие-то такие Ну условно Мужчины Богатые Влиятельные Видеть все равно В них каких-то Условно эскортниц И могут Любую Как будто бы Представляешь Что могут Любую девочку Взять И с собой везти Как здесь происходит Были ли какие-то У тебя случаи Такого может быть Харасмента Со стороны агентства Либо Просто Люди к тебе Относились Легкомысленно Потому что Ты модель Честно На себе Это не ощутила Я уверена Что это Опять-таки Приходит К частным случаям От того Как ты себя Позиционируешь В том Как ты себя Ведешь Это раз Во-вторых Здесь все это Очень Под микроскопом Рассматривается Здесь все Наказуемо Если это надо Поэтому Здесь очень Аккуратны Они Каждый раз Когда тебе что-то Говорят Все нормально То есть Наоборот Люди очень Как на цыпочках У тебя ходят Я этого не замечала Никакого Харасмента Ничего такого Ну да Просто Чтобы люди Не считали Что модель Это равно Легкомыслная девушка Которая в целом Согласна на все Она может раздеться Для того Чтобы показать Купальник какой-то Красивый Но не для того Чтобы по-другому Использовать свое тело И свои возможности И завершая Наш разговор Я хочу спросить Тебя о минусах Этой работы Потому что кажется Что это просто Вот я уже проговорила Работать красивой Типа Я тут улыбнулась Там улыбнулась И вроде бы Со стороны Кажется Что типа Ну да я что сделала Устала Ты не работала Ты здесь постояла Пофотографировалась Здесь прошлась Все тобой любуются Наслаждаются И в целом Такая райская жизнь Но есть ли какие-то Минусы этой работы Если да То какие-то видишь Я бы наверное сказала То что тебя судят По обложке Но для этого Тебе просто нужно Научиться Не принимать это все На личный счет На свой Поэтому развиваться В других сферах И компенсировать Это отсутствие того Что тебя Appreciate за то Что какая ты есть Знаешь А там тебя как-то Осуждают и так далее Просто относиться К этому проще Работать над своими Какими-то внутренними Стержнями Все Остальное Я больше не вижу Никаких минусов Ну а то что такое Ну и не завышать Свои ожидания От этой работы тоже Это что Что ты имеешь в виду Ну то есть Скажем Если ты идешь на какой-то Кастинг Не веришь Что тебя выберут А если не выберут То расстраиваться На тот счет Или злиться на кого-то То есть Как бы Не Не ожидать Ничего от этого То есть Не выбрали Не выбрали It's fine То есть Стараешься Что твоя самоценка Финансовая часть тоже То есть Тебе нужно иметь Какую-то финансовую базу И заниматься тем Чем ты занимаешься Потому что Если ты слишком Инвестируешь Только свое внимание И только Свое время на это В модель Не факт Что это тебе Даст То чего От этого ждула Вот я и хотела Проговорить Что не является ли Минусом Как раз фактор того Что здесь нестабильный Заработок И ты Возможно В этом месяце Можешь полностью На него опереться Даже полгода Какие-то можешь На него операться Но не значит Что через год Это не изменится И поэтому Моделинг Нужно какой-то другой Поздарм иметь Да И в другую сторону Смотреть Может быть Получать какое-то Дополнительное образование Какой-то бизнес Ходить Ну и так далее Ну и так далее Ну разумеется Особенно учитывая тот факт Что это профессия Напрямую зависит С твоего возраста В большинстве случаев Я бы имела Пассивный доход Либо активный какой-то доход Обязательно И не просто доход А тот который Будет дальше расти И давать себе рост Потому что Если моделинг Будет как-то Уходить Снижаться Снижаться Чтобы выжить модели Нужно развиваться Во всех сферах Возможных Да Ребят Спасибо Что досмотрели Этот ролик до конца Спасибо Оле Особенно Мне понравилась Личная часть Где Оля рассказывала Как она прорвалась Поэтому Помните Что даже если вам отказывают Вы можете попасть Да Туда Куда вы хотите И подписывайтесь На этот прекрасный канал Здесь будет появляться Очень много разных героев Разных профессий Я оставлю все контакты Оле Я думаю За ней будет вам приятно наблюдать И конечно Все свои контакты Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры